Добрый вечер всем тем, кто включил свои телевизоры на телеканал КТК. Наталья Слуцкая и Ясакин Жиринов. Приветствуем вас в прямом эфире студии нововещания телеканала. И если еще недавно мы говорили вам, что до Нового года остались считанные дни, то теперь, наверное, мы не ошибемся, если скажем, что считанные часы. И это как раз те самые часы лихорадочной подготовки к Новому году, прощания с прошлым годом и желание достать радость всем своим близким и друзьям в канун смены не только годов, но и тысячелетий. Мы еще раз поздравляем вас, дорогие друзья, с наступающим Новым годом. И как мы и обещали, представляем вам нашего гостя. Это Аким Алматы Виктор Вячеславович Хрупунов. Добрый вечер. Большое спасибо, что мы не зря говорим о новогодней лихорадке. Наверняка это много официальных встреч и забот личного плана. Все-таки вы нашли время к нам присоединиться в нашем новогоднем разговоре. Да, и в школе наша встреча проходит в канун Нового года. Хотелось бы узнать, Виктор Вячеславович, как вы лично встречаете Новый год с семьей? Какие у вас традиции? Спасибо. Я думаю, что, как и все казахстанцы, алматинцы, не уделю кого-то, что скажу, что Новый год, как правило, встречаемся в кругу семьи. Это семейный праздник. Каждый подводит на реток уходящего года. Какие-то планы строятся на Новый год. И, конечно же, всем членам семьи хочется, чтобы пришел этот волшебник, Дед Мороз. И детишки, чтобы под елочкой нашли свои подарки после 12 часов ночи. А мне лично, как главе семьи, хочется, чтобы эти подарки были именно те желаемые, то, что тот или иной ребенок захотел. Так что есть определенные свои традиции, которые, вот я уже сказал, я думаю, что не будет исключениями этот год. А что вы любите, чтобы на столе находилось из напитков, из каких-то блюд? Ну, как правило, у нас бывает на столе национальная кухня. Ну, исходя из того, что мы с Леевой Калибековной люди разной национальности, то стараемся, чтобы на столе была и казахская кухня, и русская кухня. То есть перемени, манты, казы, карта и так далее. Все, что с этим связано. Скажите, а Леева Калибековна готовит сама? Сама готовит. Спасибо. Ну и давайте подойдемте... А пить, подождите, пить. Пить. Не выяснили. А что пить? Ну, из напитков. Что самое любимое? Минеральная вода, сок, шампанское, как положено в Новый год. Ясно. Ну и идем дальше. Дело в том, что мы с утра рассказали всем телезрителям, что вы придете к нам, и попросили их обратиться с вопросами. Поэтому, дорогие друзья, вопросы будут смешаны и от нашей редакционной команды, и те, которые пришли от вас на пейджер. Будьте внимательны и не торопитесь, не расстраивайтесь раньше времени. Наверняка вы услышите все ответы, которые вы так ждете. В канун Нового года принято подводить итоги. Естественно, мы спросим у нашего гостя, с какими же результатами к Новогодию Мирбежу подошел наш Акимат. Спасибо. Я попросу чуть-чуть по-другому поставлю, если можно. Конечно. Как подошел, с какими итогами наш город Алматы? Хочу отмечить, что индекс, физический индекс промышленной продукции, выпущенный на предприятиях города Алматы, составляет 129,6% к уровню прошлого года. По строительному комплексу, я думаю, что мы введем 230 тысяч квадратных метров в жилую площадь. Это более 120% к уровню прошлого года. Сбор в консолидированный бюджет составляет более 107%. То есть республиканский и местный бюджет на сегодня выполнены. Прееспубликанский бюджет, правда, немножко есть у нас заминка в связи с тем, что была подведена корректировка по республиканскому бюджету. То есть дополнительно нам доходную часть увеличили. Но думаю, что к 100% мы должны подойти. Хочется отмечить, что действительно бюджет был очень напряженный. По доходной части выполнялось очень тяжело, поскольку прогноз был доведен, я бы сказал, с очень высокой точности. Нет люфта ни влево, ни вправо. Ну и все остальные показатели практически по городу Алматы мы выполнили. Это нас радует. Мы умудрились дать в 2000 году 300 квартир для наших ветеранов. 64 квартиры дали для работников культуры, поскольку год был объявлен годом поддержки культуры. И 55 квартир получили наши уралманы. То есть те люди, которые стояли в очереди, мы решили эту проблему сразу, поскольку люди, вернувшись на историческую родину, должны пользоваться вниманием государства и должны сразу получить все необходимое для того, чтобы у них не сложилось какого-то предвзято мнения отношения к нашей родине, к республике Казахстан. Вот раз мы затронули квартирный вопрос, здесь сообщение от нашего телезрителя. Мы живем в однокомнатной квартире в шестером, трое детей, я, муж и отец, участник Великой Отечественной войны. Отец с болен туберкулезом в острой форме, мы живем в тяжелых условиях. Есть ли какая-то надежда, что вы сможете помочь нам в квартирном вопросе? Телефон есть. Тогда у меня просьба, вы передадите мне этот телефон, поскольку сейчас не совсем ясно мне однокомнатная квартира, отец с болен туберкулезом, участник войны, как вы мне сказали. Значит, а состоит ли он в списке очередников? У нас сегодня 48 тысяч человек состоит в очереди на получение жилья. То есть, возможно, вот как раз человек, написавший... Да, может быть, он состоит в очереди. Если он состоит в очереди, тогда какая-то перспектива реальная для участников инвалидов Отечественной войны. Если по 300 квартир в год мы будем давать для этих категорий граждан, то я думаю, что в ближайшие три года, по крайней мере, с этой категорией граждан, мы закончим список очередников, которые сегодня у нас в очереди состоят. Поэтому телефончик дадите, мы с ним свяжемся. Я после эфира отдам вам все сообщения, которые к нам пришли, чтобы вы их уже потом более детально исследовали в одиночестве. Спасибо. У нас есть телефонный звонок, телезритель хочет присоединиться к нашему разговору, и мы такое право ему с удовольствием предоставляем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Я житель Бустанбельского района, Сометова Фаузья. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо. Желаю вам удачи в вашей работе. И у меня вопрос следующего характера. В последнее время мы видим, как наш город обустраивается, как стало в нем хорошо и радостно жить. И также мы знакомы с тем, что президент нашей республики Назарбаев принял решение открыть парк 21 века выше микрорайона Орбита. И мы бы хотели узнать, какие работы ведутся в этом направлении, и когда мы, реально жители этого города, сможем стать посетителями этого парка. Спасибо. Спасибо. Вы очень тонко подметили, что буквально за последние, наверное, около 100 лет в городе Алматы не уделялось новых площадей для развития парковой зоны. И в 2000 год стал исключением для алматинцев. Мы получили 84 гектара земли на улице Наваи и Саина. И там будет дендропарк, который называется парк 21 века. Сейчас проектно-смертная документация разрабатывается. Мы уже аллею одну посадили в этом парке. То есть парк заложен. Сейчас заканчивается работа по изготовлению секции забора. Ну, для слова могу сказать, что протяженность этого забора будет стоять почти 6 километров. Представляете? Колоссальная территория будет огорожена. И уже в январе-феврале месяце мы начнем выставлять этот забор. И сейчас прорабатываем с областями для того, чтобы из каждой области привезти саженцы сюда, в наш парк. И чтобы в этом парке произрастали буквально все деревья и кустарники, которые сегодня растут в республике Казахстан. На следующий год мы подосматриваем уделение 123 миллионов тенге для развития этого парка. В этом году было выделено 176 миллионов. Но с учетом того, что мы немножко отстаем по изготовлению этого забора, я думаю, что эти деньги приедут на следующий год. И все алма-атинцы, и казахстанцы, и гости южной столицы обратят внимание, что, по крайней мере, в первом полугодии там уже будет выставлен красивейший забор с освещением. И будут высажены первые деревья вдоль улицы Новаи, вдоль улицы Саина. Однако сейчас мы частенько бываем свидетелями, когда напротив деревья вырубаются. И мы делали программу по защите зеленых насаждений. Это был всемирный день защиты зеленых насаждений. И очень много звонков тревожных поступило к нам в студию о том, что люди на различных перекрестках города становятся свидетелями, как вырубаются старые тополя, например. То есть то, что всегда считалось гордостью Алма-Аты. Как Экимат контролирует этот процесс? Борется ли он буквально за каждое... С незаконным выводом деревьев. Это больной вопрос для нас. Наверное, все алма-атинцы обратили внимание, что, по крайней мере, по всем магистральным улицам появились новые саженцы. Раньше была практика, если дерево выросло и отжило свой век, сгнило или его просто спилили, сломали в случае какой-то катастрофы автомобильной, то на этом месте в лучшем случае оставался какой-то пенек. Мы сейчас провели в 2000 году инвентаризацию всех зеленых насаждений. В ближайшее время мы эту информацию дачим в печатных электронных СМИ. Сколько у нас сегодня произрастает деревьев, кустарников, плодовых и так далее, и так далее. И для себя мы ставим задачу, чтобы зеленый наряд ни в коем случае не нарушался. И если по каким-то причинам, положим, необходимость строительства того или иного объекта вызывает снос каких-то деревьев, то тот, кто сносит эти деревья в десятикратном размере, высаживает нам в другом месте эти деревья. Это обязательные условия. Я думаю, что таким образом мы сможем, по крайней мере, противостоять уменьшению количества зеленых насаждений. Ну и плюс то, что мы определяем все-таки вот такие островки зеленые и обустраиваем их. И я думаю, что, ну, может быть, не хвастовство, а за последние два года количество деревьев мы высадили больше, нежели даже убрали сухостойных деревьев. И особенно в 2000 году по всем магистралям города Алма-Аты и особенно рощу Баума мы сделали санитарную очистку деревьев. То есть те деревья, которые последние годы высохли и оставались на местах, мы их просто убрали. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Вера Васильевна меня зовут. Очень приятно. Я бывший энергетик, и поэтому Виктора Вячеславовича знаю очень давно. Еще по ТЭЦ-1 городской. У меня есть такой вопрос. Вот это место Кабан-Тай-Батыры и Аблайхана, где был детский театр ТЮЗ. Что будет с этим петлом? Будет что-то строиться в ближайшее время или парк будет разбит? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Американская компания Capital Real Estate два года назад пришла к нам с предложением по строительству там нового бизнеса и торгового центра площадью 37,8 тысяч квадратных метров. Была разработана проектная документация, все подготовленные инженерные коммуникации. Но, к сожалению, тот кризис российский, который разразился 18 августа 1999 года, заставил эту компанию выйти срочно в Россию для того, чтобы спасать там свои финансовые ресурсы, которые там у них погодили. Но они обещают к нам в 2001 году вернуться. И мы предупредили эту компанию, если только не вернутся они к этому проекту, этот земельный участок будет изъят и передан любому другому застройщику, который возьмется за строительство этого объекта в самом центре нашего города. Спасибо. Спасибо большое. Дело в том, что сейчас новогодние настроения уже очень крепко внедрились в душу каждого казахстанца. Я думаю, что мы все в ожидании заслуженного трехдневного новогоднего праздника, но есть службы, которые не сядут, представители которых не сядут за теплый семейный стол, потому что они будут работать всю новогоднюю ночь. Мы специально подготовили несколько поздравлений от таких городских служб, и я предлагаю, чтобы вы вместе с нами сейчас посмотрели один из этих новогодних сюжетов. Смотрим. Гражданская авиация является неотъемлемой частью современной жизни. Ведь в наш век бесконечной спешки и гонки скорость в 850 км в час решает многие проблемы расстояний и экономит столь драгоценное время делового человека. И днем, и ночью, практически в любую погоду, за исключением незаурядных ненастей, воздушные судна бороздят небесные просторы. Работа бортпроводника не зависит от праздников или будней. Независимо, рабочий день или выходной, мы всегда находимся на работе. И бывает даже так, что Новый год, праздники или дни рождения мы отмечаем на работе. Например, в прошлом году бригада наших бортпроводников встречала Новый год в Бангкоке. И в выходные дни, и в праздничные. Командир корабля и экипаж рады приветствовать вас на борту самолета, обеспечивать приятный полет и мягкую посадку. Я хочу поздравить с наступающим Новым годом всех казахстанцев, пожелать всем здоровья, счастья и удачи. И если в новогоднюю ночь неотложенные дела все же позовут вас в дорогу, будьте уверены, любимая авиакомпания не подведет. Мы напоминаем, что у нас в гостях Акима города Алматы Виктор Вячеславович Храпунов. Так что звоните, если у вас есть вопросы к нашему гостю. И вот сейчас, Аким, в сюжете было упомянуто про век скоростей, про то, что самолеты помогают нам сохранить наше драгоценное время. И я думаю, что разумно следующий блок нашего разговора начается со строительства метро. Дело в том, что алматинцы давно мечтают о том, что расстояния будут сильно сокращены, когда этот вид транспорта прочно войдет в нашу жизнь. Резонный вопрос. Я думаю, что алматинцы вправе задавать нам этот вопрос. Город разрастается. Город растет. Все больше времени уходит на дорогу. Ну, все алматинцы были свидетелями, правительство выдало нам, принято постановление о представлении правительственной гарантии на 50 миллионов долларов. И наша задача сегодня, значит, к этим 50 миллионам долларов найти еще 500-550 миллионов долларов для того, чтобы обеспечить финансирование строительства нашего алматинского метро в первой очереди. Что сейчас делается? Сейчас заканчиваются работы с Министерством финансов по отработке внутреннего правительственного соглашения по займу в 50 миллионов долларов. Как только закончится проработка всех этих вопросов, будет выдана правительственная гарантия. У нас уже есть европейские банки, есть компании, которые готовы заняться вместе с нами при лечении дополнительных финансовых ресурсов. И вот, может, впервые я сегодня скажу, что у меня есть полная уверенность в том, что в 2001 году мы начнем строительство метро, как мы обещали нашему президенту. У нас есть звонок, послушаем телезрителя. Добрый вечер. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел спросить. Вот я сам работник метрополитена, в портале работаю. Хотел бы узнать, какая будет самая первая станция у нас в Алмаде открыта. И второе. Будет ли по проекту вторая и третья очередь метрополитена? Спасибо. Спасибо. Не выбрось в глаз вопрос. Телезрители какие на два экрана оказываются? По теме как раз. Ну, конечно же, первая будет станция Рейнбек на Рейнбека и Фурманово. Она сегодня имеет самую большую степень готовности, поскольку другие станции мы еще не приступали к строительству. И шла только проходка туннелей и вентстволы. Все практически закончены. Думаю, что начнем именно с Рейнбека и улицы Фурманово. Вторая и третья очередь метро. Мы рассматриваем сейчас еще и продолжение строительства метро. Видите, как уже времена меняются? Да. То мы не могли ставить для себя задачу об окончании нового, того строительства, которое было начато 10 лет тому назад. А мы уже говорим о второй и третьей очереди. Значит, дела идут лучше. И те реформы, которые претворяют жизнь президента, они дают свои ощутимые результаты. Это уже отрадно слышать. Мы рассматриваем. Протяженность метро Алматинска с учетом второй и третьей очереди должна составлять 47 километров. Но куда колосса давайте построим хотя бы первую очередь, потом дальше война план покажет. Нет, под Новый год принято мечтать. Поэтому я строителя метрополитона очень хорошо понимаю. Каждый мечтает о своем. Он хочет участвовать в этом проекте. Ну, хочу сказать, что когда мы работали с фирмой Лавалин, канадская фирма, которая сделала нам технико-поемическое обоснование, то мы для себя вот первую линию метро просто хотим немножко видоизменить. Ну, раз мы работали по метро, то он, извиняюсь, не представился, не знаю, как по имени ее назвать. Значит, то мы хотим станцию Алматы-2 связать с станцией Рейнбек подземным переходом и с наклонным эскалатором. И со станции Алматы-2 пустить электричку до станции Алматы-1. Представляете сразу, насколько увеличится сразу первая линия? Ну, а там уже можно будет поговорить и второй, и третьей линии с учетом того, что построено в первую очередь. А если вот о других замороженных объектах строительства говорить, то каковы планы здесь? Не знаю, в какой последовательности они будут размораживаться? Что пункт первый, пункт второй в списке возрождения? Наташа, здесь я могу сказать, что у нас есть определенные подвижки. Я только сегодня смотрел график ликвидации недостроя в городе Алматы. И 712 тысяч квадратных метров жилья, которое было начато строительством в прежние годы, потом из-за отсутствия финансирования были остановлены. Сегодня осталось более 320 тысяч квадратных метров. И то уже стадия такая. Фундамент, котлован, земляные работы. То есть все практически коробки жилых домов, которые изъялись своими проемами недостроев, сегодня заканчиваются. И думаю, что в 2001 году мы еще ряд объектов завершим строительством. И уже начинаем отрабатывать с потенциальными застройщиками по тем пятнам, которые имеют нулевой цикл. А если говорить о более крупных объектах, таких как спортивно-зрежечный комплекс, который расположен на проспекте Досцик и улице Желтосбекова на углу, то в 2001 году мы уже начинаем от строительства. И если все будет в порядке, то в середине 2002 года этот спортивно-зрежечный комплекс с числом посадочных мест 12,5 тысяч будет сдан в эксплуатацию. Создано акционерное общество с одной турецкой компанией, Спрингфельд, 30% это наша доля, Акимата, города Алматы, 70% это доля этой компании, с учетом того, что они привлекут более 17 миллионов долларов для окончания строительства этого объекта. Ну и остальные, в принципе, долгострои, я думаю, они потихонечку исчезают. Как долгострои превращаются в завершенные объекты строительства. Виктор Вячеславович, уходящий год был назван годом поддержки культуры, Вы уже упомянули об этом. В этом плане, что было сделано Акиматом за год уходящий, за 2000-х? Я хочу отметить, что объявление 2000-го года годом поддержки культуры нашим президентом, он станет большим зарбаевым, это не какая-то дань моде, это никакое, это просто, значит, желание, вот, акцию провести и 2000-м годом закончить поддержку культуры, ни в коем случае. Это лишний раз было обращено внимание на состояние объектов культуры, работников творческой интеллигенции, людей, которые творят и дают добро нашим людям, казахстанцам, аматинцам в частности. И хочу сказать, что Акимат города Алматы сделал максимально возможное по городу за 2000-й год. Посмотрите, практически мы восстановили все кинотеатры. Кинотеатры Искры двухзальные, да, кинотеатры Арман двухзальные, кинотеатры Алатау, кинотеатры САЭРК, сейчас заканчивается ремонт кинотеатра Байконур, кинотеатры Казахстана один зал закончился ремонтом, кинотеатры Шугла сейчас идет ремонт полным ходом, тоже, я надеюсь, что в ближайшее время закончится. Кинотеатры Жалым мы отдали под корейский театр. То есть мы постарались и театр удовлетворить полностью, каждый театр своим помещением. Я уже помянул корейский театр, значит, мы отдали бывший кинотеатр. Значит, театр юного зрителя имени Натальи Исац получил в своем распоряжении Дворец культуры АХБК. Сейчас мы выделяем 5,3 миллиона тенге дополнительно труда, для того, чтобы можно было запустить Дворец культуры как театр. Ну и на следующий год они просят у нас 277 миллионов тенге, для того, чтобы переоборудовать Дворец АХБК под театр. По возможности что-то мы, конечно, выделим для того, чтобы театр юного зрителя получил свою сцену. И самое главное, я считаю, что наконец-то с 1996 года, я вспоминаю, когда с помпой, с музыкой был выведен из действия театр оперы и балета имени Абая, государственно-академический, и был, значит, ремонт немецкой компании, которая, к сожалению, в дальнейшем обанкротилась и исчезла. Мы получили это здание в коммунальную собственность, получили гарантию правительства, и в июне месяца этого года мы начали реконструкцию этого театра. Хочется отмечить, что наша казахстанская компания, Айсель Казахстан, руководитель которой является господин Султангалей, Евсерик, в самый короткий срок сделала максимально возможное. И я думаю, что многие алма-атинцы будут свидетелями завтрашнего открытия этого театра после реконструкции. Но театр, откровенно говоря, не узнать. Это действительно становится театром. Открытый в 1941 году театр имел только два текущих таких ремонта. За все время эксплуатации накопилась масса проблем, и в совокупе вместе с правительством 10 миллионов долларов гарантия правительства привлечения займа сюда, и плюс более миллиона долларов из местного бюджета мы выделили на все инженерное обеспечение, позволило нам в такой короткий срок справиться с этой работой. Спасибо. Я очень рада, потому что не раз в этой студии хореографы и танцовщики, люди, которые так или иначе связаны с классическим искусством, они плакали крокодилями слезами о том, что у них нет ни одной глобальной площадки. У нас есть звонок, телефонная территория. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это семья Харольских. Очень приятно. Участник войны, почетный железнодорожник, награжденный Орденом Дружбы Народа. Нам по 75 лет. Мы поздравляем вас всех с Новым Годом. Спасибо. Здоровья вам, счастья вам, успеха вам, терпения вам, всем вашим семьям. Спасибо Храпунову за его заботу, за все его труды. Пусть его светлая голова будет в этом году еще светлее. Пусть он никогда не устает. Добра вам, счастья. Мы крепко вас целуем. Большое спасибо. Рахмет Айналайн. Рахмет, солнышко. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам за звонок и за пожелания. Мы обращаемся к вам с теми же самыми поздравлениями. В вашей семье тоже благополучие, счастье и тепла. И я снова предлагаю, чтобы мы посмотрели сюжет о тех, кто в новогоднюю ночь будет на боевом посту и не сможет разделить с нами радость празднования, однако будет обеспечивать нам надежный тыл, чтобы мы праздновали спокойно, расслабленно и ни за что не переживали, что дела в государстве не останавливаются. А в этом сюжет. Машина с красным крестом всегда наталкивает на тревожные мысли. А статистика неумолимо констатирует, что в предпраздничные и праздничные дни количество ситуаций, связанных с вызовом скорой медицинской помощи, резко возрастает. Станция скорой медицинской помощи – это та организация, которая будет обеспечивать, как говорится, безопасность празднования нашими гражданами Нового года. Поэтому большинство наших людей, наших сотрудников будут в ночь работать. Мы уже провели довольно большую подготовку для того, чтобы выдать максимум бригад. У нас где-то почти 95 бригад будут работать на страже здоровья населения нашего города. Но я думаю, мы сможем это обеспечить людям, эту безопасность, и придем на помощь тогда, когда им необходимо. И нам не хочется терять уверенности в том, что люди в белых халатах придут на подмогу вовремя и, взяв ситуацию под квалифицированный контроль, разрешат возникшие проблемы. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей города и нашей республики с наступающим Новым годом, новым тысячелетием. Особо хочу поздравить наших сотрудников. Ну а ко всему населению хочу пожелать вам не болейте, будьте здоровы, будьте счастливы и веселы в этом году. Мне же хочется пожелать, чтобы в новогоднюю ночь вам не понадобилось набирать 0,3. Еще раз добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Напомню, в гостях у нас Аким Алматы, Виктор Вячеславович Хрупунов. Мы продолжаем наш разговор. Надеемся, что вы будете внимательны и можете адресовать свои вопросы нашему гостю в прямом эфире. Наш телефон вы видите на своих экранах. Ну а сейчас мы предлагаем нашему гостю поговорить о благотворительности. Наверняка за ушедший год, за уходящий, были открыты еще новые столовые для неимущих. Хотелось бы узнать в этом плане, что делать с нашим Акиматом. В планах благотворительности. Спасибо. Я думаю, что вопрос, который перестал перед нами президент на совещании Акимов, первый вопрос, это борьба с бедностью и безработицей. Я думаю, что все вместе сообща мы должны победить это зло переходного периода и добиться того, чтобы бедных в нашем обществе было как можно меньше. Вот мы посчитали, за 2000 год в пределах миллиарда 500 миллионов тенге было выдано различными организациями в виде благотворительных акций. Это и обеды, в частности сказка Мецбанк, где 900 человек уже суточно кормят столовой бесплатно и он не единственный в таком роде. Есть еще и много организаций, которые оказывают свою благотворительную помощь людям, которые оказываются за чертой бедности. Но вместе с тем, вот, наверное, последний раз и ваш канал показывал, когда люди привязывают ногу, садятся на каталку и собирают деньги. Да-да-да. Главное, что за мошенничество не привлечешь никаким образом, потому что я положил там 10 тенге, повернулся, пошел. Кто меня будет искать? Что она меня обманным путем забылать и 10 тенге. То есть здесь должна быть жесткая наша политика городского акимата. Мы должны каждого человека, который занимается каким-то попрошайством или еще чем-то, значит... Не лишить такой возможности. Лишить такой возможности. Ну, я бы сказал даже так, не лишить такой возможности, а создать такие условия, чтобы у них не было необходимости в этом, да, так будет вернее. У нас еще один телефонный звонок... Такие мошенники, значит, с ними в соответствии законно поступать. Поступаем место в эфире телезрителю. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, да, слышим. Я поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Ваш канал. И, конечно же, очень хочется поздравить с Новым годом Виктора Вячеславича. Вас беспокоит Надежда Миндалева от себя, дочери Надина Овченко. Я поздравляю вас с Новым годом. Пусть все будет у вас хорошо в вашей жизни. Пусть будут здоровы ваши дети. Всего вам большого, благородного и всех успехов, которые вы добивались и, я думаю, будете добиваться. Спасибо за все то доброе, что вы делаете для людей. И я бы очень хотела спросить у вас, что намечается в этом году на Новый год, на новой площади? Какая будет программа? Спасибо. Спасибо. Спасибо за поздравление. С этой стороны мы тоже поздравляем вас и желаем вам всего доброго. А в этом году новогодняя программа будет очень обширная. Начнется она в районе 23 часов. В 24.00 будет поздравление нашего президента. И вот вы, наверное, все обратили внимание, что у нас на пересечении улицы Паева и Фурманова появилась новая совершенно технология, монитор, где будет вестись трансляция поздравления. и в дальнейшем будет шоу-программа где-то до 3 часов в 50 минут это будут выступать наши артисты и заслуженные люди города Алматы. А дальше будет дискотека и праздник должен закончиться по нашим подсчетам в 5 часов утра, но по итогу по практике прошлого года значит, и до 7 утра народ не расходился, все были на площади. в этом году мы постарались сделать несколько видоизмененные сцену и тематику мы хотим все-таки может быть даст Бог все получится у нас так как мы планируем в виде летающей тарелки вместе с вами уважаемые алматинцы улететь в новое тысячелетие так что приглашаем всех на площадь я думаю будет очень интересно кто хочет полетать на летающей тарелке да и многих алматинцев интересует еще вопрос очень сильно волнует работа транспорта в ночь 31 на 1 вообще в эти предпраздничные дни общественного транспорта ну я думаю что общественный транспорт города Алматы как всегда в праздничные дни работает в напряженном ритме и мы не допустим того чтобы какие-то маршруты остались без автобусов и без троллейбусов и пусть алматинцев это не беспокоит все транспорт городской будет работать так как должно работать особенно в праздничном кстати говоря мы сняли сюжет о том как будут работать такси конечно не относится это к общественному транспорту тем не менее люди тоже будут за рулем не смогут съесть за праздничный стол будут доставлять людей да из одной точки города в другую так что давайте посмотрим сюжет про работников такси такси 007 диспетчер его слушаем если если в новогоднюю ночь вам потребуется заказать такси то именно этот голос Татьяны Прыдковой вы услышите в телефонной трубке Новый год большой праздник я всех поздравляю с праздником всем желаю счастья больше улыбок хотелось бы конечно в кругу семьи но работать приходится поэтому что поделаешь такая наша работа а работы у диспетчеров в праздничные дни особенно много если в будни в диспетчерскую таксопарка поступает 300-400 звонков то в новогоднюю ночь их количество увеличивается до 11-12 тысяч 31 числа как правило у нас очень идет усиленный режим работы это где-то до 10 11 ну там 12 часов самое где-то минут без 15 12 до минут 15 21 ночи у нас насыпают затишье в это время мы друг друга тоже можем поздравить с Новым Годом выпить с туркиком чай жалко что не можем выпить шампанского выпить шампанского в новогоднюю ночь также не могут себе позволить и водители такси на носу Новый Год как говорится в новое столетие да Новый Век начинается а мы будем работать все эти дни потому что ну кто работает на праздники особенно такие как Новый Год таксисты милиция потому что это без нас никак нельзя конечно клиент отличается будничный рабочий праздничный клиент веселый выпивший каждому нужно обслужить на уровне каждому нужно угодить каждому общий язык найти с каждым чтобы не было конечно обиды на нас таксистов ну всех людей конечно я поздравляю с Новым Годом еще раз хочу это ну чтобы все было нормально Владимир Плигачев новогоднюю ночь тоже будет за рулем и вместе с ним только с третьего таксопарка более 150 водителей в этот праздник будут работать для нас с вами еще раз напомню в гостях у нас Аким Алматы Виктор Храпунов мы принимаем звонки по телефону прямо к нам в студии вот один из таких звонков сейчас мы с удовольствием приветствуем в нашем эфире добрый вечер здравствуйте здравствуйте можно чуть смелее я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом спасибо я житель Тостака вот сегодня прошла вокруг базара вовсю торгуют китайской пиротехникой весь частный сектор с утра до вечера грохочет уже сейчас взрывает эти хлопушки почему допустим участковый милиционер который работает на базаре не следит за этим почему патрули не забирают эту пиротехнику ведь детишки останутся коллегами спасибо спасибо вам за вопрос спасибо понятен да болезнь наших родителей за здоровье своих детей вполне оправдан паралленизировав положение дел мы приняли решение Акимат города Алматы о запрещении использования этой нелегально привезенной китайской пиротехники которая не отвечает технике безопасности и вот это для меня новый сигнал прям как ножом по сердцу потому что только вчера я разговаривал с нашим ГУВД с господином Касымовым генералом нашим и сказал мне что все эти места реализации этой пиротехники объезжаются и по 250-300 килограмм этих веществ ежедневно изымается поэтому если рынок в Состоке имеет такие какие-то склонности реализовать эту пиротехнику то завтра там будет наряд полиции понятно и усколь мы в сюжете говорили я хотела бы добавить что чинок зависит от самих горожан если как мы уже говорили про елки если каждый человек даст себе за рог не пользоваться пиротехникой которая может это тоже можно контролировать не давать деньги детям то есть здесь еще правильно об ответственности каждого человека зависит и вот в тему о таксистах которые будут работать на новогоднюю ночь естественно одной из проблем в городе несколько лет назад были наши дороги но слава богу в этом году дороги пришли в великолепное состояние как один из телезрителей прислал сообщение на пейджер в основном в центре и вот телезритель спрашивает в следующем году будут ли продолжены ремонты дорог и в микрорайонах в частности больной для нас вопрос я говорю вот как меняются времена я говорю вспоминаем 97 год когда мы не вовремя плачевали пенсию людям у нас стоял только один вопрос когда меня назначили аким в городе Алматы мы поехали по всем оплатным центрам как добиться того чтобы пенсия была выплачена и в этом году действительно благодаря тому что с правительством мы нашли общий язык и подписали с ними соглашение о выпуске ценных бумаг по городу Алматы мы на один год выпустили ценные бумаги объемные 400 миллионов тенге и за счет этого займа мы купили чудо технику фирмы Виртген это самая современная технология сегодня по ремонту асфальтовых покрытий в мире и эта машина нам дает своего рода чудеса на дорогах но помимо того мы еще закупили несколько фрез и ямальца ремонт в этом году проведен был от нормативного срока это 82% и более 50% мы сделали объем капитального ремонта в этом году по городу Алма-Аты это отрадно конечно и следующий год мы тоже планируем в пределах миллиарда тенге почему миллиард мы впервые получили в этом году миллиард 48 но в тенге поступление в бюджет города Алма-Аты вот налога на транспорт до этого до этого года налог на транспорт нам поступал всего 200 230 миллионов тенге и эти деньги уже невозможно было на них отремонтировать наше асфальтовое покрытие дорог то в 2001 году мы уже непосредственно все деньги которые поступили от налога на транспорт направим на ремонт на асфальтовое покрытие дорог хотим проспекте Фулина выполнить ремонт с помощью ремиксера от проспекта Равенбека до станции Алмата-1 улицу Желтоксана отремонтировать и еще ряд улиц это капитального ремонта с помощью ремиксера мы его полностью загружаем под тот объем который он может выполнить затем капитальный ремонт 7 или 8 проспектов которые мы будем делать это Абай это Тулиби Реймбека в отдельных местах будем делать Рыскулово то есть основные трассы самые длинные и не обойдем по крайней мере в этом году мы уже и до Татарки до Малой страницы дошли по ямочному ремонту и в следующий год более 100 улиц будет выполнено ямочным ремонтом то есть я думаю что 2001 год будет подложением тех дел которые мы начали в 2000 году по ремонту асфальтовых покрытий и мы намечаем закончить транспортную развязку на улице Бокиханово значит по следованию аэропорта это будет первая такая мощная транспортная развязка позволяющая любое направление уехать не пересекаясь нигде ну вот телезритель жаждет поучаствовать в нашем разговоре мы его приветствуем здравствуйте здравствуйте а добрый день хочу представьтесь пожалуйста меня зовут Юлия Семеновна очень приятно Юлия Семеновна я от своего имени от имени своей семьи хочу поздравить всех с новым годом с новым веком пожелать здоровья счастья успехов и вопрос у меня такой вот речку Весновку отремонтировали хорошо а освещение после ремонта почему-то не восстановили ну в частности вот от улицы Джамбула до улицы Виноградова вот такой небольшой участок может быть и другой тоже спасибо 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 алматинцы не пропускают ни одного момента это просто им благодарны за то что они внимательно следят за нашей деятельностью мы в 2000 году смогли выкроить 133 миллиона в нашем бюджет для ремонта уличного освещения наверное все алматинцы обратили внимание что мы зажгли все лампочки которые можно было зажечь на 2001 год мы закладываем 120 миллионов на ремонт уличного освещения и то что мы Весновку сделали ремонт это была необходимость после того селевого потока который прошел 14 июля прошлого года освещение мы обязательно сделаем ремонт все будет нормально и у меня был вопрос еще по транспорту буквально несколько дней назад произошло радостное событие вышел первый отечественный троллейбус и к нам сегодня пришло сообщение на пейджер с просьбой к вам Виктор Вячеславович чтобы вы посодействовали чтобы их быстрее запустили народ видел по телевизору в частности в новостях КТК проходил сюжет и все в нетерпении ждут когда эти троллейбусы появятся на улице спасибо и вам редакции КТК вы очень хорошо показали это событие конечно для казахстанцев для алматинцев когда 5 января 99-го года Виктор Вячеславович посещал это совместное предприятие тогда со Шкодой и он нам поставил тогда задачу ребята неужели мы сами не можем выпустить свой троллейбус и вот наш коллектив творческий я бы его так назвал они творчески подошли выпустили свою раму и что самое интересное когда мы не начинали работать над своим троллейбусом ни Российская Федерация это ЗИУ имени Урицкого ни Шкода никто не шел с нами на предмет создания совместного производства по выпуску троллейбусов каждый пытался навязать нам свои условия и сказать давайте сборочное производство будем делать когда увидели что наш корпус рама троллейбуса уже готова и что мы применяем самые современные методы и материалы по производству троллейбуса то Шкода сказала мы готовы совместное предприятие на создание вашего троллейбуса троллейбус это единический экземпляр пока он проходит испытания но нам удалось на нем прокатиться я думаю что в 2001 году первую партию 30, 50 может быть даже 100 троллейбусов таких мы выпустим самое главное конечно это финансовые ресурсы если будут у нас деньги и мы позволим себе купить эти троллейбусы то они пойдут гораздо быстрее спасибо вот если уже завершать вот этот блок транспортный то я скажу что здесь очень много сообщений пришло с посьбой восстановить некоторые маршруты троллейбусные номер 14 номер 8 но как мы и договаривались просто я дам вам эти сообщения после эфира а пока смотрим сюжет опять же о тех людях которые в ночь 31 на 1 будут охранять наш отдых скажем так наш покой на пульт центра управления ГУВД города Алматы ежедневно поступает примерно 800 звонков в праздничные дни это количество существенно увеличивается техники 0.2 анализируют полученные сообщения самостоятельно принимают решения и если это необходимо передают дальше по подразделениям новогоднее дежурство отличается от обычного дежурства тем что все подразделения которые будут работать в эти дни они будут работать в напряженном режиме по статистике правонарушения в новогодние праздники происходят в основном после 12 часов ночи и связаны со злоупотреблением спиртными напитками новогодняя ночь хоть она и напряженная напряженная для сотрудников органов внутренних дел но тем не менее особых таких правонарушений в эти праздничные дни не будет наблюдаться и это не из-за того что будут на улицу выведены все силы и средства которые имеются на вооружении органов внутренних дел это не из-за того что усиленный вариант несения службы будет объявлен а это прежде всего из-за того что видимо люди сами не желают кому-то сделать плохо или все-таки стараются чтобы этот праздник был действительно для всех одинаковый праздник нас заверили что все подразделения органов внутренних дел которые будут работать в праздничные дни чувствуют большую ответственность перед жителями города и приложат все силы для предотвращения правонарушений дорогие казахстанцы от имени сотрудников центра оперативного управления и всех полицейских города Алматы охраняющих ваш покой поздравляю вас с наступающим тысячелетием желаю вам счастливого и спокойного нового года в свою очередь мы хотели присоединиться к тем словам которые прозвучали сейчас в эфире вы поздравите именно тех людей которые в ночь с 31 на 1 будут работать а мы будем отдыхать естественно причем не только тех людей о которых мы подготовили сюжеты но и всех остальных которых мы возможно упустили я хотела бы чтобы вы Виктор Вячеславович повторили фразы которые вы прокомментировали сюжет когда мы вместе его смотрели на экране я хочу сказать что это направление которое взято в Акимате города Алматы по реформе служб правопорядка мы патрули все посадили на машины сегодня 85 экипажей постоянно патрулируют по городу Алматы и более 50% преступлений сегодня раскрывается прямо по горячим следам главное вовремя позвонить вот случилось преступление сейчас моментально позвонить сообщить по 02 и не проходит 2-3 минут как 3-4 экипажа наших полицейских тут же появляются на месте преступления по горячим следам раскрыть преступление всегда проще и легче поэтому и центр управления который мы создали и вот вы его тоже очень хорошо показали по телевидению это шаг вперед мы уже не можем в 21 веке бороться с преступниками которые великолепно оснащены и рабиостанцами и всем остальным великолепная техника а мы из каменного века хотим с ними бороться у нас есть телефонный звонок здравствуйте здравствуйте я беспокою вас с микрорайона ЖТСУ-2 вы нас не беспокоите вы нас радуете потому что мы сегодня всех в эфир специально приглашали так что вы в нашей программе участвовать это нам очень радостно спасибо у меня вопрос к Виктору Вячеславовичу вот в ЖТСУ-2 тоже много зданий долго строят скажите пожалуйста что с этими будь зданиями и второй вопрос вот я живу в 9-этажном доме на 4-м этаже у меня аварийный балкон этажом ниже соседка подсунула решетку и оторвала переднюю панель панель трехметровую нашего балкона дважды обращалась к нашим нашу кемат Аозовского района и пока что ноль вот хотела бы может быть к вам обратиться с вашей помощью помочь потому что не дай бог будут значит жертвы если оторвется эта панель это может быть не к слову вопрос а вообще-то у меня дочь 10 лет написала специально стихи если можно я последнее четверостище вам прочту да пожалуйста всем желаю я удачи и осуществить мечту счастья, мира море улыбок в 2001 году спасибо вы знаете пожалуйста сейчас не кладите трубку наш редактор запишет ваш домашний телефон для того чтобы мы могли с вами связаться после программы спасибо спасибо вам за звонок но ну в 2020 там есть долгострои два детских сада недостроена школа мы планируем в 2001 году начинать окончание строительства школы на 1680 мест но к сожалению оказалась очень дорогая 260 миллионов в тенге необходимо изыскать средств я думаю что все равно будем мы заканчивать строительство этой школы а с детскими садами один детский сад был продан частной структуре которая до сих пор там ничего не сделала идем придется изымать и перепрофилировать два недостроенных детских сада в какие-то объекты это дело будущее спасибо я тебе готова спасибо вот еще один такой вопрос так нет мы его уже задавали давайте к коммунальным услугам перейдем потому что очень многих алматинцев беспокоит не будет ли подниматься плата за коммунальные услуги в частности за газ ну это же больной действительно вопрос я думаю что все алматинцы видят как наш департамент по регулированию естественных монополий борется и с естественными монополистами и с другими структурами которые горят желанием повысить тариф или цены но это не от того что кто хочет нажиться или еще чего-то вот казалось бы безобидная ситуация узбекские газовики прислали нам письма о том что с 1 января стоимость 1 тысячи кубических метров газа будет 50 долларов вместо 35 долларов мы посчитали повышение сразу идет на 47,5% я могу считать да 47,5% это конечно несусветное повышение но мы проанализировали все положения дел и сделали практически нулевую рентабельность газовиков наших и на 23% у нас стоимость газа все-таки повышается для того никуда нам не уйти ну а те объекты которые используют газ в виде основного топлива такие у нас котельные орбиты на геогострое и вот юго-восточная котельная плюс есть ряд мелких котельных которые используют газ как основной источник топлива то там тоже поднимаются тарифы на стоимость отопления одного квадратного метра ну положим по типу коммунерго с 29 тенге за 1 квадратный метр по-моему до 32 и 3 десятых тенге за 1 квадратный метр но это мы сообщим в средствах массовой информации люди будут знать Виктор Вячеславович у вас услуги я думаю с первого я пока повышаться не буду спасибо большое за добрые слова под Новый год я думаю что все обрадовались у вас есть около минуты для того чтобы обратиться ко всем ломатинцам со своими поздравлениями поскольку время в эфире да подходит к концу подходит к концу спасибо за представленную возможность я хочу во-первых благодарить наших алматинцев за то чуткое внимательное отношение к нашему городу за ту работу которую мы провели вместе со всеми алматинцами в 2000 году переход из 20 века в 21 век со 2 тысячелетия в 3 тысячелетия это всегда я бы сказал такие отправные точки естественно мне хочется чтобы наши алматинцы в 2001 году как можно чаще улыбались чтобы не было причин для огорчения чтобы не было моментов которые портят настроение и создают дискомфорт на сердце на душе и естественно против настроения хочу пожелать всем крепкого здоровья и попросить всех алматинцев чтобы в 2001 году мы сделали наш прекрасный город южной столицы Алматы еще лучше еще краше спасибо большое спасибо вам творческий коллектив телеканал КДК поздравляет вас ваших близких родных с наступающим новым годом и желаем вам успехов в вашей нелегкой работе и я тоже от лица телеканала приношу свои извинения всем чьи вопросы не прозвучали в нашем эфире к сожалению время обязательно когда-нибудь заканчивается так заканчивается год и наступает новый так заканчивается наша программа и на смену ей приходят другие проекты КТК все ваши вопросы абсолютно всем мы передадим сейчас нашему гостю так что за это не переживайте еще раз с новым годом увидимся до свидания